Друзья, всем привет! С вами Мнимон, меня зовут Евгений. Сегодня я вам хочу показать лази свежести Будве. Зеленый лази свежести Будве. Давайте посмотрим. Это называется Ребняк. Ресторан Ребняк находится над Будвой. Здесь можно покормить уточек. В воде плавают золотые рыбки. Как ладошка. И карпы. Вот карп. Карпы, золотые рыбки плавают здесь. В ресторанчике можно выпить кофе, охлажденные напитки, поесть здесь рыбку. Внизу домик. И есть еще ослик. Вот он спрятался, ослик маленький. Можно посидеть на таких вот лежачках. Здесь прохладно. Есть смотровая площадка, куда можно выйти, посмотреть в округе, что здесь есть. Здесь внизу и течет река. И здесь еще есть водопад. Мы сейчас с вами к водопаду пойдем. Наверху находится парковка, где можно оставить автомобиль и спуститься в ресторанчик. Внизу находится уборочная. Это цветут гранаты. Дикие гранаты. А пойдемте посмотрим еще бассейны. В бассейнах выращивают здесь рыбку. Форель, карпа, угря. Карты большие. Двух-трехкилограммовые. Здравствуйте. Привет-привет. Здравствуйте. 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 пойдемте сверху посмотрим на бассейны такие в бассейне плавают рыбки вот форелька они поделены в разных бассейнах находятся больше меньше и меньше много рыбки здесь есть бассейн где можно покупаться парковка бесплатно бассейн бесплатен лежаки бесплатные интернет бесплатен вот так это все выглядит здесь давайте попробуем воду так вода ну градусов 19 скажем так не теплая прям прям теплая пойдемте сходим сейчас мы с вами до водопада висит флаг черногории вот такой у нас флаг черногорский вот указатель на водопад какая интересная строкоза летает смотрите какая темненькая это не бабочка это строкоза так можно купаться в бассейне водопаде что там я думал змея какая-то вот смотрите как гранаты цветут это цветочки а потом завязывается вот гранат это дикий гранат 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 собирают у нас в декабре в январе месяце и давит его добавляют очень много сахара и делать домашний сок гранатовый это получается сироп 50 грамм сока и 150 грамм воды подо мной здесь течет вода горная речка плиты поставлена это такая дорожка здесь здесь даже можно проехать с коляской но нужно быть внимательной здесь так свежо немножко градусов на если у нас сейчас на море находится градусов 30 то здесь 22 вечером может спуститься температура и до 19 20 19 это инжир у нас растет завязи инжира пока раз нет еще здесь находится маленький водопад можно покупаться вот ступеньки убрали по ступенькам можно спуститься и залезть такой маленький уазе здесь вот я возвращаюсь уже обратно с водопада остановился чтобы вам показать как уже у нас завязывается инжир вот зелененький инжир усыпной еще наверное две две недельки и можно будет его есть у нас черногория скажем как как сырняки растут инжир и гранаты разносчиком являются птицы это гранат дикий их очень много а есть съедобный гранат такой кислый скажем так терки большие гранаты большинство их у нас растут в городе баре у нас можно вот так вот ходить и увидеть лавровый лист тоже можно собирать а вот маленький гранат завязывается это извините не граната инжир маленькие завязались а вот мне кажется что уже скоро будет готов я уже вижу что он такой уже не зеленеет а золотеет еще наверное недельку уже можно будет его есть инжир а это оливковое деревья так завязи оливок не вижу не вижу на нем маленькое дерево а большое дерево черногории оливковое дает до 60 килограмм оливок это в среднем 10 литров здесь еще были животные куры все давайте посмотрим есть здесь что-то вот животных мы только видели собачку и ослика ослик там внизу находится по сердце здесь никого нету поели всех и здесь тут были зайчики куры были никого нету может куда-нибудь другое место перевезли здесь очень хорошо если хочется прям спрятаться от жары то можно сюда легко приехать будет трудновато на 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 литровом моторе приехать если вы возьмете в аренду например там тойоту я рис нужно брать как минимум под полтора литра чтобы был мотор чтобы легко можно выездить было по горам литровые моторы не берите они слабенькие а лучше вообще брать 2 2 литровые это я вам сейчас показывают трассы этот зип-лайн можно пролететь на зип-лайне здесь друзья сейчас расскажу когда ехать до ресторана рыбняк вот впереди находится монастырь под байны вот есть указатели до рыбняка 5 километров можно дойти пешком если кто-то хочет трейк можно доехать на такси можно взять машину в аренду здесь частный жилой сектор а дальше мы поднимаемся с вами в гору тут по пути встречаются указатели вы не пропустите повороты а еще наверху находится зип-лайн вот на пути указание указатели рыбняк на право по дороге когда поднимаемся все выше выше в горы к ресторану рыбняк встречается лесочек частный сектор лесочек еще есть указатели по я на это крас водопады наверху туда же в ресторане вот мы уже доехали до зип-лайна мы проехали зип-лайн и спускаемся вниз вот указатель на рыбняк просто держитесь прямо дороге везде указатели вот мы приехали есть указатель на паркинг подписываемся на мой канал ставим лайки задаем комментарии что вы хотите увидеть я буду ездить по черногории вам показывать ребята до новых встреч желаю вам хорошего настроения именно вам хорошего настроения и жду вас всех в черногории чтобы быть этим не очень красивым я сейчас знаю подниму вы поэтому я